Вот домик стоит 120 тысяч. Гараж на две машины. Вот территорию разделяют деревья. Вот этот вот заборчик, это вот территория такая. Вот так он неплохо смотрится снаружи. Красивое дерево фиолетовое, мое любимое. Ой, шикарное дерево, я его поснимаю сейчас. Это, наверное, туалет. Ой, как оно пахнет, боже, красота какая. Ммм, сладкий, сладкий запах такой, я сейчас понюхаю. Ммм, прелесть, была бы пчелкой. Классная. Тут три бедрум, две басрум. Это ванная басрум. Ну, так оно смотрится, конечно, хлипенько. Но дом сам хороший, каменный. Такое все старенькое. Вот он внутри. Низкие окошки. Получается, это как зал небольшой. Такая кухня убитая. Тут, наверное, был холодильник. Вот такая небольшая комнатка совсем. Тут, получается, гардеробная. Это дом форклоузер. Форклоузер, это значит, что это банковский дом. И поэтому люди, когда выезжают, забирают с него все. Все, что можно забрать. Двери там, я не знаю. Ванная убитая такая. Тут даже душа нет. Тут были дверки, наверное, их оторвали. Плитка ужасная. Шикарный цвет комнаты. Это другая комната. Тоже она очень маленькая. Это такое. Малевич. А-ля Малевич. Короче, все убитое полностью. Дом под ремонт. Вот, как правило, в маленьких комнатах вот такие идут гардеробные. Вот такая хорошая гардеробная. Получается, дом банковский, но этого дома нету долгов. То есть продажа этого дома перекрывает долг дома. Что это? О, Боже. Как кухонный шкаф, получается, тоже страшный такой. Страшно его трогать. Это гараж. В гараж на две. Две? Или полторы машины? Нет, на две все-таки. Ну, гараж неплохой, кстати. Я бы не сказала, что плохой гараж. Конечно, давно тут ремонт делался. Так, это я иду. Вторая ванная. Тоже старинная такая древняя ванная. Не знаю, что тут было. Вот, это третья комната. Или что, да, это... А, это мастер-байджон, наверное. Хозяйская... Хозяйская... А, я наступила на скотч. Хозяйская спальня. Окно низкое, но большое. Забор страшный. Вот такая дверь валяется. Это, опять же, гардеробная. Ну, цена этому дому 120 тысяч. Он находится не в плохом районе. Он находится в городе Винтерпарк. Он находится... Точнее, он находится в хорошем районе, в неплохой эре. Это такой предбанник. Вот он, предбанник такой. Получается, что здесь можно посидеть можно. В общем, он с закрытой сеткой такой. Ну, тоже все видно, что старое. Это все выглядит не очень хорошо. Двери. Но здесь есть бассейн. Сетка порвана. В общем, тут все под ремонт полностью. В принципе, двор неплохой. Бассейн в жутком состоянии. Просто капец. Капец. Он еще и циркулирует. Он тоже полностью под ремонт засеян. Красивый цветочек. Ну, неплохая территория, я могу так сказать. Вот она. Видна. Туда, сюда квадратная. Неплохая. Можно еще развернуться немножко. Деревья красивые. Там уже соседи. В общем, тут все убитое. Двор. Дом. Точнее. Дом сам у него хорошая стена. У него все хорошее. Но само, конечно, он убитый. И видно, что банк отбирал дом. И они просто все позабирали, повыдергивали. В общем, такая территория. Акустики. А вот еще сзади. И там уже франт-ярд. То, что я показывала. Там франт-ярд. Вот там за забором. Вот так вот ограждают. Вот там франт-ярд, что я снимала. А это бэк-ярд. Алоэ. Да, алоэ. Можно полечиться. Забор, конечно, очень старый и очень страшный. Но хорошо, что он есть. Это плюс. Вот так вот он смотрится. Место неплохое. Просто очень давно делался здесь ремонт. Но так вообще расположение хорошее. Бассейн большой. Вот можно посмотреть. Бассейн большой. Ну, он полностью под переделку. Его нужно полностью стен и все там. Не знаю, либо тут давно не жили, вряд ли. Страшно. Страшно-страшно. Ну, хороший размер. Приблизительно такой дом с ремонтом уже можно за 170 где-то купить. А вот такой под ремонт за 120. Что-то тут написали. Фоль сейл. Тиры-пыры. Получается, тут вот где-то стол ставится. И вот это вот зал. Там прихожая. Все. Вот так вот все просто. Офигеть. Это тоже оторвали и забрали. И вообще вот так вот. Тут был котел. Или нет, кондиционер. Что-то здесь было. Ну, похоже, как кондиционирование уходит. В общем, они его тоже оторвали. Либо специально, либо забрали. Либо, в общем, что, не знаю. Вот так вот люди в таком состоянии оставляют дома. Потому что они злые, что банк у них забирает дома. Вот. Ну, и банк продает немножко дома дешевле. Ой, продает немножко дешевле. И банк еще выбирает, кому продавать. Когда ты покупаешь у банка дом, ты должен писать это для бизнеса или для себя, для жизни. Если ты хочешь давать дом в аренду, то ты должен писать для бизнеса. И тогда, скорее всего, банк не выберет. Вот. Он выберет тех, кому надо жить. Потому что у него обычно цена ниже рыночной. Окна я таких вообще не видела. Алюминиевые, получается, окна. Двери. Тоже алюминиевые. Видимо, тех лет еще. Все закрашено. И выключатели закрашены. Крыша, похоже, течет. Я не знаю, что это за фрукты, но я видела, что люди их рвали. Сейчас я, я не знаю, я не отравлюсь. Вот такую штучку я взяла. Я сейчас ее грязную. Это что-то вкусное. Такой вкус странный, кисловатый. Внутри вот такая косточка, как в абрикоске. А, я помню, мне кажется, девочка приносила такое. У нее это растет. По-моему, да. Только покрупнее было. Это, наверное, какое-то одичавшее. Все-таки, я надеюсь, это то. И я не отравлюсь. Смотрите. Продолжение следует...